всем привет эта карта на текущий день или несколько дней и актуально именно тогда когда вы нашли вы загадайте себе временные сроки у меня солнце такое сильное и конечно когда такое солнце то и так вот эти карты будут работать для вас это карты ленорман и я хочу посмотреть задать такие вопросы что вам нужно знать сейчас относительно того что происходит в мире сейчас и относительно вас я хочу напомнить всем моим друзьям что кто-то мне пишет что не важно что в мире мне важно только моя личная жизнь я хочу сказать что если мы думаем что наша личная жизнь абсолютно не зависит от внешнего мира мы в тюрьме находимся тюрьма которую мы сами на себя додели потому что только в тюрьме человек совершенно не зависит от внешних обстоятельств но если человек хочет денег работы специальности друзей социальной жизни карьеры он напрямую сто процентов зависит от внешнего мира тот человек который я не слежу это все политика сейчас не политика сейчас перестраивается мир давайте смотреть где наши возможности чтобы заработать хорошо чтобы чтобы продвигать себя чтобы найти хороших друзей чтобы жить полноценной социальной жизнью чтобы нас любили и мы любили жизнь наше окружение это называется поддерживающая среда без поддерживающей среды никто не может вообще никто не может но говорю только в тюрьме в тюрьме если вы хотите жить тюрьме там нет поддерживающей среды вообще а мы не хотим этого да вот ну что ж карт или норман скажет вам сейчас в этот момент вы точно узнаете что вам нужно знать сейчас ой карта всадник очень хорошая супер важная карта всадник она имеет в себе две метафоры 1 метафора это сам наездник на лошади на коне а другая метафора это лошадь лошадь это движение вперед интегрироваться в обществе чтобы счастливым в этом обществе в общем это шикарная карта конь это тоже ваш ресурс это ваша энергия персональная где вы находите то что именно вашу изюминку а эту изюминку очень нужно миру увидеть потому что вы мы все разные в мире всем 8 миллиардов все разные именно когда мы расцветаем вот в своей вот этой индивидуальности мы миру очень интересны когда мы говорим так как нам внушили когда мы подражаем другим мы не интересны не ничто есть копия другого но многие люди к сожалению хотя быть копия другого и это поэтому они бедные они потому что там кто-то виноват но может кто-то и тоже виноват но над этим же мы власти не имеем если кто-то виноват мы имеем власть только на тем что мы можем исправить и карта это показывает лошадь это вы двигаетесь правильном направлении чтобы проявить себя найти себя интегрировать в себя в себя инвестировать себя в себя это тоже ваша профессия ваши таланты ваше умение жить общаться с миром что лошадь это идет вперед общается с миром и вы на не это перемены это письмо это известие то получить новую работу в общем это двигаться вперед все зависит от вашего вопроса если ваш вопрос что меня например ожидает профессию ожидает шикарная карьера потому что первая карта та самая активная карта в ленорман если вы спросили другого про задали например задали например буду ли я здоровы конечно вы идете в правильном направлении вы интегрируете себя в правильный образ жизни правильное питание то есть вы делаете жизненный стиль который помогает вам выздороветь вы будете здоровы или например такой банальный вопрос если у вас нет партнером буду ли я замужем например но но это же и есть кавалер но в новая встреча любовь свидания вот можно было мне столько дифферампа в петь этой карте они все будут правильные потому что эта карта счастливого будущего следующая карта что вам нужно знать сейчас клевер карта номер два вот это да магический расклад у меня все расклады магические карта клевер говорит о том что вы получите шанс клевер это шанс на удачу причем на удачу вот так как говорят у нас на пустом месте вот ушла и нашла до нашла удачу а потому что клевер это натурально что-то натуральное натурально потому что вы работали для этой удачи теперь натурально получить вы работали чтобы правильной конкуренции и вы получите к сожалению в тех странах откуда мы конференция конкуренция ущербное неправильно вот вот я скажу как блогер только я найду свою нишу что-то интересное создал меня тут же так украдут мало того что крадут даже свои ущербные украденные вот украденную мою идею выпускает в ту же минуту где я выпускаю свое видео вот это вообще бред то есть вот это вот старое старое поведение знаете навредить конкуренту вместо того чтобы посмотреть о конкурент так интересно сделал и я сделаю что-то свое это здоровая конкуренция это конкуренция голубого океана где у каждого каждый сам в голубом океане то есть в своих талантах купается сам успехе купается а старые вот этот красный океан те вместе каждый друг другу подражает каждый хочет украсть конкуренция нездоровая ущербная мерзкая где поставить подножку этот это вот смысл тот же смысл тот же дай карта клевер говорит что не действуйте старыми методами это ни к чему хорошему вас не приведет потому что пока вы копируете успех другого пропускаете свой успех вы пропускаете шанс реализовать то что вам дала природа поэтому когда меня спрашивает почему я не везет почему у меня бог не слышит но бог не слышит человека копию кого-то бог слышит только человека природного себя самого когда человек сам по себе и вот эта карта клевер она говорит что бог только слышит тех кто реализует свой талант они в не ворует чужой талант вот это видимо вам нужно было услышать может быть но я знаю что смотрит меня те которые у меня лично воруют я привожу свой пример лишь для наглядности их всегда приводила только свои примеры для наглядности все что вам нужно знать торговли это фэр трейд называется фэр трейд это торговля честная например китай не что такое нечестная торговля ну вот когда в китай стал торговать другими странами другие предприятия пришли в китай и открыли там свои фабрики что делает китай да он работников работники там делают эту продукцию и идет фэр трейд но за занавесью китай тоже копировал вот эти трейд маркс эти все авторские права работники штамм работали на предприятиях вы они воровали и делали свои аналоги поэтому есть аналоги всего что имеет copyright талантливого всего мира есть аналоги у китая нечестные несправедливы так что вот здесь карта корабль говорит начинайте делать фэр трейд начинайте быть прогрессивным человеком и вы будете очень богаты баснословно богаты потому что тройка 123 такого у меня расклада уже многие годы не было вы будете баснословно богаты если вы будете заниматься а фэр трейд это значит честная торговля честно торговля она возможно она только в либеральном либо в либеральном мире демократии есть в мире авто кратичном клепта 팬 нет либеральной торговли есть а обман есть подставить подножку есть украсть есть уничтожить конкурент когда есть конкуренция здоровые тогда выживает тот который самой талантливой профессии поэтому мир идет вперед вперед называется прогресс а там где конкуренции нет здоровой там выживает тот который кулаком да вот такой гоп-стопом и это карты показывают на для вас тех которые живет в прогрессивных странах нет гоп-стопа у нас и метод год стопа не работает но вот поскольку я вещаю на русском вот на меня идут эти нападки уже семь лет на youtube этот метод гоп-стопа постоянно идет нападки я устала я делаю на английском тоже расклады и так далее у вас будут перемены я просто суммирую будут перемены эта карта свидания если вы хотите себе любовь с приличным человеком смотрите вроде солнце прошло и могу так сесть нет еще есть свидание с приличным человеком это натуральный стиль жизни это здоровое питание это ходить больше на прогулки это делает то что вам вот от земли талант вы получили когда родились до талант этот талант проявлять развиваться не копируйте никого найдите в себе изюминку и это то что хочет бог это то что мы все хотим даже человек который на первый взгляд кажется но он совершенно другой отличается но он сам собой это красиво нет некрасивых людей есть копии плохие копию других не будьте копией другого никогда и тогда будет вам счастье потому что эта карта счастливая торговля эта карта денег эта карта прибыли это карта счастливой жизни когда у вас все все есть овой какой сильный расклад очень сильно расклад вышел на сегодня да мои дорогие а так что пишите комментарии мне очень интересно и это очень важная тема часто мне расклады показывают очень много правды они мне показывают то чего не видно вот не вооруженным взглядом да поэтому мои расклады на мой взгляд они имеют огромную ценность на первый взгляд взгляд обывателя эти расклады могут показаться какими-то ну вот знаете не такими как у других но они не должны быть такие как у других я стараюсь как могу каждый день прошу у бога чтоб не высшая сила помогла подсказала как проявляться мне в моем естестве и и я вас in корич я я вам советую делать тоже только тогда жизнь будет интересной не нельзя быть хорошей или плохой папе и другого не идите по пути китайской экономики то есть там выходит так что те западные компании которые в китае они ну им открыли все свои карты они все украли и делают свои аналоги у них свои аналоги чужих чужого украденного копирайт и это больше недопустимо мир теперь очень сильно с этим борется и это очень красиво проявляться как как вы можете проявляться проявляться ваш талант и только тогда вы можете заработать много и понимаете много заработать это такая вещь когда вы деньги которые вы заработали вы сделали что-то такое свое что пока вы это делали вы кайфовали такое слово кайф ей знаете когда вы это делали вы кайфовали а значит то время пока вы работали вы зря не прожили вы получали блаженство от жизни знаете как дети играют я помню дочь у меня играла у меня моя мать была заведующая детским садом и моя дочь она всегда у бабушки была в кабинете когда была в садике она видела к бабушка подписывает бумажки да и ее спрашивали кем ты хочешь быть она говорила что я хочу подписывать бумажки понимаете вот ребенок говорит но через уста ребенка всегда говорит истина чистая истина потому что когда ребенок он наблюдает за за людьми за другими вот подписывать свои бумажки да то есть делать что-то свое и когда в на ребенок играет вот вы наблюдаете я за дочкой наблюдала например или за сыном когда они были маленькие как они играют они кайфуют а они кайфуют вот моей дочери казалось бабушка кайфует она умно у меня такая мать вообще было она она умела жить она умела любить жизнь она думала бабушка кайфует подписывая бумажки и когда мы смотрим как дети играет вот они об супчик варят муж пришел с работы девочкой им командует мальчиками иди туда сделай то ты видишь они играют не только учатся жить на будущее но они кайфуют при этом мы взрослые переживаем да в неправильном автократное мире вот это такая конкуренция ущербная она действительно делает все что ущербные от темной силы она делает жизнь тяжелой неприятный вот я хочу вам сказать эти три карты 1 2 3 вышла вообще они говорят кайфуйте когда вы что-то делаете кайфуйте получаете наслаждение если не можете вспомнить и как живут дети и получите этот эссенцию эту от себя самой когда вы были ребенком играли и попробовать это воссоздать потому что только тогда эти деньги имеют смысл если они заработаны вот так через кайф они через напряжение через того чтобы отбиваться от этих темных сил от каких-то грязных манипуляций в общем мир уже устал он не хочет больше отбиваться от этих манипуляций он решил отделиться но что пути другого нет поэтому сейчас мир весь перестраивается на новый порядок то есть идет идет разделение потому что четвертое измерение куда переходят светлые силы это когда все видно когда то чего не было видно параллельные миры и духовные миры это что другие думают и делают теперь это все будет транспарантно уже есть это видно и эта дорога вперед когда транспарантно мне нечего скрывать когда всем нечего скрывать когда я иду по улице я не боюсь что там может быть какой-то больной придурок с ума сошедший рядом со мной почему потому что я могу на телефоне увидеть кто идет рядом со мной что это за человек а это плохой человек я перейду на другую сторону не хочу с ним взаимодействовать нельзя заставить человека себя любить нельзя заставить человека делать так как вы хотите нельзя человека заставить с вами торговать если не хотят люди и нужно сделать что-то с собой сделать так чтобы со мной захотели торговать все зависит только от нас они от того кто ушел кто не хочет кто перешел на другую сторону понимаете я перехожу на другую сторону потому что вот с этим теперь мир видимый стал весь прозрачность я понимаю что рядом с этим я не хочу идти я знаю что это человек сделал в прошлом я знаю его поведение я знаю его паттерн поведения его схему его метод общение с миром и я не хочу взаимодействовать гоп-стоп не говорит ты все равно будешь со мной взаимодействовать заставлю тебя быть мне братом заставлю тебе делать как я хочу но это не братство это насилие самое кровавое насилие поступайте хорошо будьте достойные и и с вами захотят взаимодействовать в общем это такая философская беседа под конец на мой взгляд очень важная я знаю что я говорю с людьми которые тут и звонит но это это точно общаемся на на том что может нам помочь договориться потому что в этом есть правда люблю вас обожаю будем видеться пока пока